привет зрителям канала ческом ru с вами гроссмейстер владимир белов и сегодня я хотел бы вам показать партию где молодой сильный российский гроссмейстер андрей сипенко обыграл чемпиона мира магнуса карлосона вообще андрей становится таким неудобным соперником для норвежского чемпиона и это класс не просто его напрягает каждый раз но и побеждает давайте посмотрим партию и так и спинка играл белыми карлосон играл черными е4 е5 коня в 3 конь c6 слон c4 вообще это излюбленное оружие андрей сипенко итальянская партия конь f6 отвечает магнус магнус вообще играет и слон c5 и конь f6 то есть идет в разные дебюты ну вот сейчас выбор пал на ход конь f6 d3 скромная скромная схема вместо хода d3 также белый иногда пускаются в осложнение путем конь g5 однако хоть d3 он такой ведет к более маневренной игре к более спокойной ну и наверное более содержательной и так а здесь выбору черных они здесь обычно играют либо слон c5 выходит так кстати это основной ход чемпиона мира слон c5 он играл в большинстве своих партий также иногда ходит а6 сиди и же 5 это комедия очень нравится для блица могу посоветовать ну конечно надо сначала посмотреть потому что эта игра от короля игра необычная она очень боевая карлсон делает ход слон е7 что его стиль очень подходит такой надежный спокойный ход аркировка аркировка и вот здесь вот белый делают ход конь c3 не совсем основной ход хотя уже андрей спинка так ходил основным продолжением здесь считается ход водя е1 для чего черные хотели провести d5 в один темп но теперь это связано с отдачей пешки и 5 то есть им придется уже жертвовать после d5 там еды конь d5 его могут забрать на и 5 вот для этого ходит а воде е1 ну если пенка делает ход конь c3 такая другая расстановка теперь уже белая пешка не сможет встать на c3 ну зато встал туда конь да тоже неплохо и так черный делают ход d6 и ход d6 создает позиционную угрозу если там сделать ход абстрактный h3 то черный после хода конь а5 съедают важного слона c4 об этом очень важно помнить потом на слон а4 можно сыграть а6 b5 и все-таки этого слона как съесть с двумя слонами здесь у черных хорошо поэтому его надо спасать спасать можно двумя способами либо а3 либо а4 но вот есть пенка делает ход а4 конечно это у него уже встречалась и тут только начало каких-то дебетных анализов поэтому ход а4 безусловно не импровизация карлсон делают вот опять встречает эту пешку действительно пешка иногда могла пойти на поле опять поэтому ход опять собственно и и блокирует я вот задался вопросом а что будет если черный сделают стандартную связку вот эта связка так любимая многим вот особенно начинающим шахматистам здесь она выглядит очень логично поскольку сейчас конь придет надо и 4 будет сдвоение на f3 и пойдет мат какой-нибудь однако здесь не все так просто белый играет h3 убить коня все-таки не хочется отдавать слона слон h5 сохраняем связку теперь белый делает ход слон е3 контролируя поле d4 и выясняется что вот эта связка не такая страшная белый иногда возможно где-то пойдут и d4 ну в начале вот перед на ход ферзь d7 они поменяют коней путем конь d5 конь бьет d5 слон бьет d5 и тут вот уже это противостояние слона и ферзя неожиданно оборачивается для черных неприятностями например на ход король h8 ну с идеей там двинуть f5 атаковать конь бьет е5 следует и тут уже теряет материал черный поэтому ход слон g4 он заманчивая идея но в нем есть свои минус довольно мне кажется интересный получительным значит ход опять последовал воде е1 есть по-прежнему кстати был у черных ход слон g4 но магнуса здесь свои идеи он ставит коня на b4 метход показался несколько несколько неудачным я ошибка его назвать не могу поскольку позиция позиция не такая простая то есть посоветовать что-то вот какое-то четкое решение за черных я не могу ну например там можно сделать спокойные ходы типа h6 h3 ладья е8 так вот в стиле магнуса как он любит немножко усилить позицию однако здесь последовало конь b4 конь е2 и вот мне кажется из-за этого маневра конь е2 мы привыкли что подобных позициях итальянско испанского типа конь идет вот таким маневром на поле g3 через d2 но здесь он идет немножко другой дорогой какой на b4 попадает под программный ход c3 поэтому ход конь е2 мне кажется очень классным слон е6 играет норвежец опять же можно было пойти здесь он же 4 как например было в партии ван форест и ванишевиз еще были партии ну тогда белые как-то переходили коль же 3 но и дальше выгоняли здесь вот такой интересный взять и gf последовало в этой партии очень нестандартно сыграли белое и после в 4 захватили кстати инициативу это партии ван форест и ванишевич 2021 год магнус играл надежнее слон е6 слон бьет е6 и фье и конь g3 конь c6 пришлось вернуться но в любом случае белый ходит c3 здесь надо уже вот оценить позицию и моя оценка здесь небольшой привес у белых все почему потому что им проще играть они имеют такие усиливающие ходы в частности самый важный усиливающий ход это d3 d4 это продвижение которое они сделают а игра по линиям здесь ну как-то непонятно как она будет реализовываться то есть у черных большие проблемы с каким-то полезными идеями ну вот и это почувствовал здесь чемпион мира вот он сделал очень неудачный здесь ход надо было наверно стоять как-то ферзь d7 ну и дальше ладью подводить до белой нам приведут d4 здесь тут кстати очень такой сложный вопрос бить или не бить вот такой стандартный шахматный стандартная шахматная дилемма ну последовал ход конь d7 конь видимо куда-то помчался на другие поля однако после ухода слон е3 карусом просто взял и вернулся назад кони в 6 ну и вряд ли это хорошо вот d4 последовало е dcd и здесь видимо на магнус рассчитывал очень на ход d5 так он и пойдет сейчас возможно надо было просто пойти король h8 подержать напряжение последовало d5 и андрей находит отличный ход на что рассчитывали черные они рассчитывали что белый пойдут е5 и конь залезет на поле е4 что это очень важно не будет пассивный какой-то вот такая пассивная лошадь на е8 нет конь именно вперед пойдет на е4 ну и после взятия пешка берет висит пешка d4 слон на b4 например на конь d2 черные могут центральную пешку забрать что вообще как-то за белых не очень смотрится но на ход d5 у есипенко находится отличный ход он делает вот конь g5 нападает на е6 ферзь d7 и теперь уже е5 и поле е4 под контролем обоих коней и приходится черным ставить пассивно очень конь на е8 это их в общем это их беда в этой партии конь имеет оттуда мало каких-то перспектив но это потихонечку сказывается ну здесь вот и спинка решил сохранить коня и ушел на поле h3 чтоб потом вернуться на f4 нападать на пешку е6 это кстати очень по-человечески у компьютера тем не менее здесь сток фиш очень настаивает на том что надо сразу атаковать то есть несмотря на то что здесь могут этого коня разменять сбить поле е6 ну дальше белые как-то начинают с помощью движения пешек подготовок перевода ладей ввести атаку она действительно перспективная немножко подвигал но спинка решил коня сохранить и в общем я не буду его абсолютно никак за это осуждать по моему это тоже очень странно воде а6 воде а6 фирже 4 вот вместо хода воде а6 возможно на было профилактических вот конь b4 сделать карус ну идея такая что теперь если ферзь выйдет на б на g4 где-то у белых пойдет по атаковать немножко то получат они вилку на c2 то есть можно было немножко по придержать нельзя какой-нибудь 4 был такой ход однако воде а6 ну такая типичная идея лифт водя поднялась туда на шестой этаж и сейчас начнет атаковать фирже 4 здесь опять надо было конь b4 все-таки спросить у ферзя как там с этой с вилочкой на c2 она воде едва например ход c5 то есть по активнее здесь надо было карус но встречать игру он как-то здесь эту структуру не не расшатывал а надо было вот ход c5 был правильный последовал ход ладья b6 конь f4 и ладья b2 но здесь переходит карлсон в эншпиль ферзь бьет е6 ферзь бьет е6 компетки 6 ладья и всеми здесь я так понимаю что а черные думали что у них ну более-менее нормально до пешка на е6 конечно она очень важная это ключевая пешка но водя зато на активную на b2 ферзи поменены то есть есть какие-то плюсы но выяснилось что очень плохой конь на е8 и белые как-то очень уверенно здесь начинают развивать свою инициативу делать ход ладья c1 в чем идея кстати сипенко идея в том чтобы сохранить своего коня на е6 выясняется что это вообще главная деталь в механизма белых и его черные могут разменять посредством конь d8 поэтому делается ход ладья c1 и на ход конь d8 будет взять и на c7 кстати очень интересно что здесь по моим один из сильнейших ходов за черных был все равно конь d8 отдать пешку на c7 просто пешку отдачу ладью в обжорный ряд запустить и потом зато поставить красавцы коня на е6 конечно здесь у белых преимущество за счет лишней пешки но зато у черных фигуры не на конец неплохие и получается некоторое подобие контур игры последовало в партии g6 g6 пошел карлсон ладья b1 разме размен активные ладьи взял взял висит на b7 конь b4 защитил конь е2 второй конь полез c6 и вот тут я бы отметил ход ходом c6 черные не просто так сделали ход пешкой они подготовили наконец размен коней и очень хотят пойти конь g7 после чего перевес будет у белых но будет все таки минимально слон h6 отмечу это решение сипенко замечательный ход доминирует здесь всеми фигурами и не пускает коня на g7 отличное решение воде f5 ну здесь вот и у андрея был ход f4 очень сильный чтобы потом поставить пешку на g4 она воде h5 тут калитка заводей захлопну захлопнется после слон же 5 взяли взяли и тут воде практически теряется уже 4 сыграны андреем тоже неплохо воде f3 слон е3 перевес конечно здесь на стороне белых ну и причем такой очень серьезный надо было здесь менять конь 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 g7 коня конечно же там тоже преимущество но не такое большое как партия партия был король f7 конь f4 мы видим и ладья на f3 практически потерялась g5 конь h5 до вызволили ладью во первых надо еще пока спасти вот король тут должен уходить что плодей освободить но теперь проблема в том что пешка же продвинулась и поле f5 для коней образовалась король g2 и h4 кстати тоже отмечу сильный ход идея в том чтобы создать вот эту лавину пешечную то есть отдать эту пешку она здесь не важно и потом пешки идут белых ну и просто все здесь сметают на своем пути 6 конь g3 конь полезное в 5 мы видим он пришел куда хотел ну и тут вот уже абсолютно безнадежная позиция висит пешка 6 карус на ее защищает но теряет другую съедается на е7 съедается на g5 слон бьет g5 ну и три пешки проходных связанных они конечно очень быстро все решают так очень интересно здесь андрей какой-то ход сделал на g5 ну так тоже можно потому что заблокировать черный не успевает да есть король конечно прыгнула и через коня как через гимнастический снаряд перепрыгнул бы на поле f5 то был бы у черных может быть неплохо но так не получается на король е6 выигрывает вот король g4 и пешка встает на f5 ну конь е6 последовало f5 и здесь магнус видимо еще пошел воде f6 но собственно здесь уже последовало сдачи партии ну что ж я поздравляю андрея спенко с таким отличным творческим успехом ему конечно же не впервой магнуса обыгрывать но я думаю это всегда приятно и пожелаем успехов в оставшейся части турнира